добрый день друзья добрый день коллеги как хорошо меня видно и слышно нажмите пожалуйста огонек значок огонька если слышите видите меня нормально прекрасно вижу вижу реакцию вашу ну что ж я сегодня на вебинаре совсем ненадолго только для того чтобы поздравить вас с двумя важными событиями у нас сегодня за окном настоящая осенняя погода а это значит что сегодня 1 сентября огромное количество наших молодых сограждан идут в школу в в университет а мы с вами начинаем новый сезон или новый учебный год в директ академии и это радостное событие потому что этот сезон обещает быть интересным вот и я хотел бы пожелать нам всем в новом сезоне чтобы каждый из нас почаще ходил на вебинары чтоб посещали онлайн курсы которых будет в этом году я надеюсь больше чем было в каждом из предыдущих годов а мы подготовили для вас интересные новинки и скоро вы об этом узнаете как всегда расписание у нас готово на нашем сайте расписание вебинаров кроме да уже в сентябре нас ждет два новых онлайн курса один из них наш традиционный по презентациям образовательным обучающим презентациям от анастасии похоруковой другой абсолютно новый это курс который посвящен академическому конференц-менеджменту или ивент-менеджменту как угодно от татьяны артемьевой в прошлом году у нее был очень успешный курс но другой совершенно вот и кроме этого мы в этом году будем всячески стараться испытывать новые формы одна из этих форм я надеюсь мы ее протестируем уже в сентябре уже в двадцатых числах сентября эта новая форма будет называться мастер-класс мастер-класс будет представлять из себя такой мини-мини курс или большой-большой вебинар вебинар длиной от двух до четырех академических часов с обязательным практическим результатом это будет платная история но за относительно небольшие за относительно небольшие деньги самое главное что как и у курса у мастер-класса в конце должен быть некий практический результат с которым его участники должны уйти с этого мероприятия ну впрочем я пока при предвосхищаю события я думаю что у нас по по этому событию будет еще повод вам и сделать рассылки и поместить в расписание информацию и так далее вот а я думаю что для начала учебного года моя миссия пока на на этом вебинаре завершается я хотел бы пригласить нашу постоянную ведущую татьяну телегину для того чтобы она продолжена водное слово и хотел бы поздравить также нашего генерального директора с его первым вебинаром как всегда у нас сезон открывает константин николаевич костюк вот удачного нам проведения сегодняшнего вебинара и удачного сезона спасибо что вы с нами татьяна прошу добрый день уважаемые коллеги добрый день дорогие друзья давайте зажгем огни связи если хорошо видно слышно нажмите пожалуйста на огонек чтобы проверить ага спасибо отлично связь после долгих каникул у нас не пропала поэтому мы можем двигаться дальше но часть информации павел юрьевич уже немножко озвучил я ее выложила вам в чат это ссылки на наши онлайн курсы и еще немножечко остановлюсь на полезных ссылках напоминаю коллеги что все полезные материалы находятся вот здесь первая ссылка ведет на страницу расписания наших вебинаров на текущий учебный год она мне не пугайтесь если там вдруг есть еще не заполненные места они будут заполняться будут появляться новые темы но мы новые спикеры поэтому следите за расписанием ссылку вас уже есть запись этого вебинара обязательно будет вестись и коллеги напоминаю вам вторая ссылка ведет на наш видео канал на youtube где эта запись и записи всех предыдущих вебинаров находится в открытом доступе третья ссылка тоже полезная ведет на страницу расписания где объясняются условия и шаги по приобретению сертификата после посещения вебинара а саму ссылку на страницу где можно оплатить и скачать свой сертификат сегодняшней встречи я вам в конце вебинара как всегда по традиции отдельно еще дам в чат и четвертая ссылка про наши онлайн курсы про два сентябрьских павел юрьевич уже рассказал ссылку мы чуть-чуть повыше я вам дала ссылки на эти курсы обратите внимание что на курс анастасии похоруковой до 3 сентября действуют льготные цены при записи на курс более подробно можете посмотреть по ссылке а также нас с вами в октябре и в ноябре тоже ожидают очень интересное мероприятие в виде наших курсов 25 октября стартует курс от компании антиплагиат современные технологии проверки научных и учебных текстов на заимствование в системе антиплагиат со всеми дополнениями новинками актуализациями пожалуйста обратите внимание на этот курс он в основном для тех кто занимается проверкой и работой с данной системы то есть не для студентов в большей степени а для тех кто должен заниматься этой проверкой можете порекомендовать если у вас есть такие люди тоже обратить внимание на этот курс и связанный с этим непосредственно курс технология подготовки успешной диссертации от нашего постоянного автора Натальи Логачевой стартует в ноябре 8 ноября также по ссылке можно более подробно узнать о программе а с автором вы еще сможете познакомиться очень скоро Наталья Модестовна будет у нас проводить вебинары поэтому кто еще не знаком но кого интересует тема с автором можно будет познакомиться на ее вебинаре и о вебинарах три ближайшие наши встречи как всегда анонсирую в чат завтра мы встречаемся с вами с Татьяной Артемьевой вот как раз автором курса по академическому конференц-менеджменту тема достаточно актуальная у нас завтра будет финансирование научной конференции где найти средства и можно ли провести ее бесплатно вопрос актуальный в начале учебного года особенно для тех кто занимается научной работой и не только участвует в конференциях и пишет статьи но еще и возлагаются или могут быть на него возложены обязанности по организации проведения научных конференций вопрос финансов всегда очень острый актуальный поэтому милости просим завтра вас ждем регистрируйтесь приходите будут варианты будут способы и бесплатные и где и как привлекать средства поэтому приходите посмотрите и не только для вузовских сотрудников я думаю это будет интересно но и какие-то идеи какие-то может быть нестандартные ходы и для представителей других профессий специальности можно из этого извлечь 5 числа мы с вами встречаемся с нашим постоянным ведущим павлом юрьевичем калиниковым который сегодня открывал нашу встречу тема вебинара онлайн школа для преподавателей опыт проблемы решения и во вторник 6 сентября у нас в гостях наш постоянный спикер ольга магонова с темой теста пластика как средство развития мелкой моторики у детей ну такие мероприятия нас с вами ожидают в ближайшее время а мы с вами переходим к нашей сегодняшней встречи и коллеги напоминаю сегодня есть возможность скачать презентацию авторам любезно предоставлена такая возможность напоминаю сделать это можно во вкладке файлы если кто-то забыл где находится вкладка файлы вы мне в краткую такую инструкцию где это искать а так забирайте материалов открою небольшой секрет во вкладке файлы очень много поэтому забирайте все автор разрешает в честь праздника и я с удовольствием приглашаю нашего сегодняшнего ведущего нашего сегодняшнего спикера генерального директора издательского дома директ медиа константина николаевича костюка для проведения сегодняшней встречи а я к вам в конце нашей нашего вебинара еще раз вернусь и кратко основные моменты еще раз напомню и как получать сертификат тоже расскажу константин николаевич рады вас видеть слышать поздравляем с первым сентября с началом нового учебного года коллеги всех тоже с праздником и я удаляюсь за кулисы да добрый день дорогие друзья и коллеги всех вас тоже с праздником с новым годом не знаю как для вас для меня год начинается именно сегодня и этот праздник самый и важный и радостный и профессиональный и очень приятно все таки это не просто новый года это день знаний самого прекрасного что есть на нашем свете вот но сегодня же и самый ответственный день надо быть на работе расписание распределяется в общем ясно что сегодня нас немного вот но поэтому особую благодарность те кто пришел на наш вебинар начинать учебный год уже 10 минут отстучало но сегодня курс на вебинар на самом деле будет достаточно важный мы вот анонсировали вам мастер-классы как новый формат который у нас пойдет и сегодня тоже что-то будет из этой оперы и в общем по сути дела это будет и неким отчетом также мы за прошедшую часть года за лето сделали довольно много и в частности песочница который мы раньше тоже рассказывали но сейчас уже этим можно пользоваться ну и как всегда ясно сначала поделюсь вообще своими соображениями потому что это не просто какой-то сервис новый да это по сути дела новый подход к учебному контенту он вытекает вот из нашего понимания процессов вот я думаю еще раз по размышлять над этим вопросом будет не лишний вам интересно хотя в целом это уже там не первый раз поднимается в моих выступлениях поэтому мы будем постараюсь быть здесь более краткий могу отсылать к своим предыдущим вебинаром вот в целом я бы поставил вопрос о том что вот так тот учебный материал формы которым подавался он традиционно сегодня переживает такую глубокую трансформацию и на вопрос что это кризис или это некое перерождение мы должны получить ответ вот и я здесь разобью на несколько таких блоков мое выступление первое концепция учебник 2.0 еще раз ее расскажу и как я вижу настоящее будущее учебника второе это трансформация книги онлайн курсы тоже такой мегатренд который вот я наблюдаю нашей нынешней ситуации ну а вторая половина будет как раз практическим аспектом буквально как пользоваться этим вот новым сервисом что он из себя представляет вот ну что ж поехали дорогие коллеги в общем учебник 2.0 это вы наверное не раз уже слышали от меня я опять начну с того с момента кризиса как я вижу в которой находится учебник на некой его девальвации почему учебник не вечен но если взглянуть так вот объективно то учебник это некий род справочника обобщающий современный уровень знаний по предмету и учебники как бы концентрируется вот весь комплекс знаний это как бы качественный стандарт педагогический методически выверенный текст для цели обучения и мы сегодня наблюдаем чем что вот современные тенденции связанные с цифровой средой из какой-то самостоятельностью в обучении разнообразием проектным обучением междисциплинарностью с научностью в подходе к учебник с индивидуальными траекториями вот для этих вот всех новых трендов все менее подходит учебник и по большому счету вот я так считаю что учебник это реликт школы университетской жизни для высшего образования высшее образование должно опираться не на учебник я считаю так не один и более того если мы посмотрим там на международный опыт то уже в некоторых странах вообще понятие учебник уходит из жизни например германии там нет вообще такого слова не используется больше его его как бы понятие заменяет понятие стандартверк то есть стандартное произведение так если буквально переводить по сути дело это монография такая комплексная обобщенная задающая стандарт в отрасли если переводить то есть по сути это как бы лучшая книга разъясняющая предмет и вот здесь вы видите уже у них там релятивизировано различие между учебником и вот такой вот монографии собирающий все знания и у нас конечно тоже вот эта граница уже очень размыта и вообще я думаю что по мере на наращивание научного качества и подхода учебник будет уходить из российских университетов еще раз почему сильные и слабые стороны но осильных учебник в печатной форме фиксирует знания виде качественно сформулированного текста от который приятно читать который которым большая работа проведена второй конечно важный момент что учебник содержит проверенные и удостоверенные знания здесь вы не ошибетесь здесь стоит печать вот этого качества и проверки что сейчас очень важно ну и третье учебник является документом как бы снимком актуального состояния знаний поэтому конечно тоже незаменим то есть вот эти 33 функции бесспорно незаменимы и в том или ином виде они будут всегда востребованы но вот кроме как вот этих трех моментов кроме как вот документ и справочник учебник становится не нужен современном учебном процессе и почему ввиду его слабых сторон но первый учебник линеен он содержит единую методическую траекторию и эта траектория зачастую не подходит для других если у них там свои виды и своя школа и так далее во вторых учебник теоретичен и статичен он как бы отлит из бетона и поэтому в него сложного нанедрить практические действия интерактив работа с кейсами динамику контрольно-измерительные инструменты тесты но это все как могут авторы издатели включает и тут и как раз и будет происходить вот этот переход учебнику 2.0 но сам по себе вот печатная книга сложно в нее вот эти интерактивы они сегодня очень востребованы ну и наконец учебник быстро устаревает и преподавателю нужны более динамичные формы с работы с информацией поэтому приходится все время переиздавать это это дополнительные затраты и это тоже такой недостаток тем не менее как ни странно вот несмотря на то что эти тренды уже давно ощущается учебник у нас в нашей системе высшего образования держится очень прочно и держится он на в госах и на аккредитации что я имею ввиду но прежде всего имеют вот те требования которые предъявляет в гос и в гос и это как любые государственные документы они несколько архаичные но сегодня они это требовать очень жестко фиксируют и главное требование то что каждая учебная дисциплина должна быть обеспечена неким учебником это условие аккредитации вот причем интересно что если такой подход вообще был недостижим в печатный век когда подготовка книги очень дорогой было то в цифровой век она реализуется эта задача гораздо дешевле и мы видим просто вообще наплыв я вот говорю о деградации учебники а на самом деле их выпускается десятки тысяч новых учебников ежегодно но это так сказать тоже будет к этому мы еще вернемся это тоже один из признаков деградации вот тем не менее вот в гос и аккредитации создала вот такой некоторый рынок аккредитации благодаря этому университеты требует реализует такое достаточно жесткое документирование учебного процесса вот по иерархической структуре образовательная программа учебные планы рабочие программы дисциплин это все вот очень много требует времени ну и в конце всего этого потребность в огромном массиве учебников вот благодаря этому собственно существуем и мы и бс и тем не менее вот здесь же и есть некое нивелирование чем больше учебников тем ниже качество и в конце концов это качество уже нивелируется до так называемый автор авторской редакции о которой еще будем говорить вот вот такая вавилонская башня аккредитации которая сегодня у нас создана может ли она рухнуть вот в целом я уже там этот вопрос подробно рассматривал я считаю что нет потому что цифровизация как раз и вывела нас на такой маршрут другое слово цифровизация это стандартизирование стандартизация и в конце концов вот то что с преподавателей требуется очень много вот этих сопровождающих документов это не случайно это как раз вот вытекает из сути цифровизация которая сопровождается все большим документированием динамичных процессов вот потому что благодаря вот этой вот фиксированной записи документарной фиксации элемент учебного процесса становится некой цифровой сущностью и в таком виде обеспечивает единство цифрового управляемого учебного процесса то есть это вся конструкция направлена на это поэтому документирование стандартизации будет все больше и конечно все все это способствует вот это вот эта вещь но смысл того что я говорю в том что для так сказать цифрового разума вот это вот процесс документирование пронизывание они делают весь этот процесс управляемым прозрачным единым но это собственно то что строит цифровой разум поэтому думаю что в этом плане легче не будет но вот учебник как таковой для этого выстраивания цифрового колосса по сути дела ничего не значит на его месте может оказаться другая форма вот поэтому вот как раз учебник в эпоху цифровизации стоит под большим вопросом о чем мы и будем говорить учебник как мы уже говорили по сути это оформленный учебный контент и в нашей новой медиа среды с этим оформлением тоже происходит очень много разного что происходит в новой информационной среде ну во первых учебный контент вообще сегодня руках преподаватели становится очень многообразным распределенным многоформатным он растекается по разным информационным каналам его можно найти в интернете учебник рассылают преподаватели по имейлам соц сетях можно достать в общем если вот немножко с другой стороны посмотреть на этот процесс растекания повсюду я бы сказал так учебник перестает быть книгой ну скажем так что он становится файл и причем файлом по всю вот это первое замечание второе учебник всегда был некой сакральной вершиной стандартом и самое главное он был тиражом это очень важно для издательской отрасли для бизнеса ну а сегодня в новой среде он переходит он опрощается переходит учебнику повседневности вот к этому требованию чтобы в каждом вузе у каждого преподавателя был свой учебник и каждый старается его создать и в конце концов все это приводит к так называемому без тиражного учебника и это уже абсолютно другой учебнику которого там 10 20 100 экземпляров это совсем не то что было как былые времена когда учебники как раз это был самый тиражированная книга издания ну или как сегодня в школе вот и в конце концов учебник в авторской редакции учебник для своих только студентов но это все уже условно говоря не учебник ну и третий момент то что вот возникает так много учебников по одним и тем же предметом вот это многоразличие авторов это и отнимает учебника вот это понятие стандарта ни один учебник даже от самых именитых авторов уже перестает быть таким стандартом по базовому учебнику становится очень много учебник причем разного качества них тяжело разобраться вот в общем вот все это размывает то понятие и не просто размывает а вот это вот бытование учебника в сети вот это вот фрагментаризация и вот все что происходит цифровой среде с когда-то единым форматом текста я это и называю гипертекстом то есть это из текста он становится просто контентом в новой среде это называется гипертекстом или псевдотекстом вот гипертекст моем понимании вы знаете это много этому посвящаю гипертекст в самом широком смысле это бытование текста многомерности и много измеримости современных медиа и основная форма гипертекста интернет и интерактив вот когда он может появиться там разных формах значит он пошел уже по дорожке гипертекста и вот это вот его способность она не только может как бы негативно как не девальвации восприниматься но на ней можно строить и позитивные стратегии они мы и будем на ней будем концентрироваться и вот частности я привожу неких там лидеров рынка но вы их все знаете которые тоже движутся по этому пути строить экосистему вокруг учебника и вот известный слайд я заимствовал в котором коллеги рассказывают как они видят этот процесс да учебник как и прежде находится в центре но вокруг него начинают наслаиваться цифровые сервисы возможность поиска цифровой каталог возможность выделения цитат создания закладок отчетов управление там авторизациями собирание статистикой разработка цифровых следов там генерации разных там документов например рпд привязывание тестов аналитических заданий групповая работа с студентами системы тестирования аудио видео видите и в результате мы уже имеем дело не просто с учебником с некой такой цифровой эко средой но собственно вот это мы и называем учебник 2.0 ну и как видите это уже не совсем учебник это такой учебник с такой многоэтажный цифровой слоями да вот я их здесь систематизировал в эти слои привязаны к учебнику могут входить различные дополнения типа тестов интерактивов цитат и так далее они учебник может оснащаться на различного рода ценными оценками включающим там рекомендации книг рецензии на них отзывы это все вот наслаивается на одну как бы нишу этого учебника это различные библиографические сервисы информации и возможности отсылок уходить от учебника куда-то там на кейсы на какие-то сайты с интересной информации которая продолжает включение в рпд на возможность купить в том другом виде в общем вот в учебнике 2.0 много можно сделать очень много то что раньше было с учебниками сделать невозможно и вот собственно когда вот это многообразие возникает мы начинаем понимать что мы уже имеем дело собственно не с учебником как таковым а с нечто другим и вот это нечто другое она тоже на нас наваливается как вот это онлайн среда и самое такое ясное имя у нее онлайн курс онлайн курс постепенно наступает как некий конкурент традиционного учебника ну и прежде всего потому что онлайн курс это и есть тоже гипертекст что онлайн курс осуществляет иначе чем учебник начнем пока с различных ну во-первых онлайн онлайн курс собирает воедино то что разбежалась по интернет пространству обычно онлайн курс собирается из разных вот частей этого интерактивного контента учебник разрывается распределяется разделяется а онлайн курс он наоборот покоится на таком движении собирания контента онлайн курс включает в учебник контент то что не может сделать учебник то есть интерактивы цифровые формы и самое главное контент трансляцию вот это совершенно учебник никакой не может даже 20 когда в учебный материал можно включить себя и свое выступление ну очень важно что во важной части не раз будем возвращаться онлайн курса это правило способности контрольно-измерительных материалов тесты проверочные материалы вот ну и конечно интерактив аудио-визуальная коммуникация по сути дела и онлайн курс и преподавателя позиционирует иначе по отношению к автору чем это делал учебник из студента по отношению к преподавателю то есть онлайн курс это не конечно что-то похожее с тем о чем мы говорили описываю учебник 20 и все-таки это совершенно другой подход другая среда другой контент почему потому что в этом случае сам процесс преподавания становится другим классическая модель обучения она опирается на некую такую идеально совершенную модель лучшего учебника то есть это великолепные забыла из изложения высококлассного автора лучшего специалиста своей области высшего рить авторитета то есть вот эти вот эпитеты саса лучше 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 создают авторитеты учебника там его автора и на этом зижится что все начинают простые преподаватели работать с учебником ну как своего рода исполнители по отношению композитору тот написал эти только как бы доносит некой служебной роли вот сегодня это уже не работает сегодня роли перевернулись подаватели как личности так что-то меня слышно не слышно так я надеюсь меня слышно но этот дадут надеюсь что до временный перебой вот самое главное что возросла роль рядового преподавателя как личности как авторитет и как то если раньше только светило преподавал на такой авторитет а сегодня каждому преподавателю приявляется требование быть самостоятельным быть носителем индивидуальной точки зрения быть источником творчества надеюсь будет лучше потому что мы уже давно живем живем по-другому и почему нас изменилось сетевое общество вот эти сетевые технологии прежде всего социальные сети социальные сети послужили для многих из нас площадкой демонстрации нас как личности мы без них по сути жить не можем и вот онлайн площадки обучения на самом деле все эти формы это тоже своего рода социальные сети они несут такую же демонстративную функцию уже в данном случае для преподавателя как автора поэтому одно от другого не 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 от отрывно ну дальше онлайн формат обучение медийно он более конкурентен чем учебник то есть он более выигрышный несет себе аудио визуальный интерактивный живой контакт преподавателя то есть он ближе к ученику чем учебник и еще один плюс то что преподаватель может реализовать на онлайн площадке видео онлайн курса свою собственную концепцию предмета и причем более простыми методами методами компиляции без того чтобы становиться полноценным автором чтобы писать учебник вы знаете насколько это тоже непростой вариант вещать гораздо проще то есть как онлайн курсу гораздо ниже требования он не обязательно должен становиться учебником ну он просто другой и становится более нам органичен и и при этом все-таки онлайн курс как авторский жанр тоже совершенно свои свойства имеет и многие из них довольно выигрышно но первое мы сказали он проще да второе он шире учебника например можно создать полностью авторский текст можно дополнить его интересными интерактивными текстами что что в книжке уже не сделать но можно и создать компилитивную программу из разных собрать из разных источников то есть вообще ничего не писать можно вообще ничего не писать ограничиться онлайн форматом говорящей головы и все это в том или ином виде онлайн курс в общем любой человек может в том или ином виде создать онлайн курс это ну по силам а учебник далеко не любой книги напишет на любой и из этого вытекает два подхода которые сегодня формируются на издательском рынке и мы уже подходим к там к нашей главной теме первый путь это онлайн курс как как издательский продукт когда создается очень качественный контент там видео готовится сценарий в общем как правило это очень дорогой курсы если вот создавать его по-настоящему но есть и второй путь онлайн курс просто как площадка активности как некий сборник вот про компилитивного характера когда можно просто как какую-то важнейшую информацию собрать говорящую голову там организовать это тоже будет онлайн курс и он уже наоборот ну вообще ничего не стоит стоит только несколько некоторых компетенций времени преподавателя вот это два совершенно противоположных пути и скажем так по первому пути пошел рынок корпоративного бизнес образования вот те кто создают очень качественные дорогие курсы это практически все в области вот там на бизнеса а вот университетское образование пошло по второму пути да есть отдельные случаи там курсера например готовятся курсы они тоже дорогие и там отработаны вообще вот это мук понятие но ну или там издательство юрайт например тоже там готовит что-то очень там вкладывается в это но абсолютное большинство преподавателей проголосовало за другой путь и они что-то делают сами кто лучше может то хуже но главное что это очень бюджетно и не требует больших вложений а все-таки преподавателей предметов у нас очень много наша университетская система просто не осилила бы такого вот объема инвестиций вот это один момент второй момент опять-таки касающийся вот информационной среды современной я это называю этот феномен кванта информации когда стали важны и и вообще курсировать в этой новой среде не мега нарративы то есть большие тексты да как учебник а очень много маленьких форматов вот этих клиповых кванта информации то есть вообще в цифровой это закон в цифровой среде данные мельчают корпускулируются большие нарративы разрушаются сегментируются вот они становятся этим квантами знаний там мыслями отрывками фрагментами из которых дальше уже выстраиваются индивидуально образовательные стратегии вот как например базы данных статей да можно и статью как квант трактовать ну и собственно онлайн курс это тоже такое некое собрание квантов это некий сборник как правило и если вот трактовать онлайн курс как то что возможно собрать на одной площадке и поэтому преподавать то из этого вытекает и для нас издательные очевидные задачи мы должны предлагать не мета нарративы то есть не только учебники и книги но и вот такие актуальные методы информационного обеспечения квантами знаний которые можно было собирать которые бы было удобно искать тоже были бы проверены вот собственно мы пошли по этому пути еще один момент почему этот путь неизбежен потому что нас к этому принуждает наш основной конкурент а сегодня это интернет никакие там издательства авторы зарубежной базы а это именно интернет потому что современный студент переходит по сути от учебника к разлива различим гипертексту а гипертекст находится в интернете и вот вам результаты социологическое исследование которое провела библиотека казанского национального университета привозка университета по результатам этого исследования становится очень очевидно что когда студент работает там по какой-то теме вообще ему нужно некое знание некий источник то он идет поступенно от гугла там условно то есть от интернета к разным открытым источникам и только заканчивает библиотеки вот вы видите 13 процентов всего лишь обращается к платным закрытым базам данных там кбс и так далее то есть когда уже в интернете ничего не найдено вот очень грустная для нас ситуация но так оно есть и на сегодня вот по мнению самих пользователей 50 процентов интернет способен предоставить общую справочную информацию вот для учебной работы то есть можно обойтись простым поиском еще 30 процентов способны удовлетворить специализированные ресурсы открытого доступа какая-нибудь кибер ленинга до следующий этап и только в 20 процентов когда вот не находится до того необходимо систематизированные агрегированные профильная информация куда уже когда уже приходит к нам вот так что конкурентная ситуация у нас очень тяжелая как мы из нее выходим мы тоже превращаемся в кванториум знаний бс как кванториум знаний собственно это и есть суть нашего сервиса которым я вам сегодня представлю то есть мы предлагаем не только учебники но и учебный контент для информационного обеспечения учебного процесса в данном случае учебник распадается на учебные кванты на основе которых могут быть построены индивидуально образовательные стратегии и различные онлайн курсы второе учебный контент дополняется мультимедиа тоже в нашей среде и его можно сопроводить контрольно проверочным знанием тестами видео их можно использовать компелитивно автономно для своего онлайн курса вот это еще ниша для сервиса бс ну и третья книга в нашем внутри нашей бс перед перестает быть рамочными оковами учебных квантов то есть теперь становится возможным легко вытаскивать нужные фрагменты иллюстрации таблицы из вот этих книг и вставлять в свои в свои онлайн курсы еще один момент этот контент может не просто у нас использоваться но и загружаться в собственных площадках вузов ну то есть на других внешних онлайн площадках ну и последнее наконец что цель которую мы ставили мы отвечаем за соблюдение авторских прав на использование учебного контента и снимаем таким образом вот юридическую проблемность вот этого процесса с преподавателя вот собственно те размышления и импульсы которые стояли вот концептуально во главе угла когда мы приступали к этому к этим сервисам ну а теперь перейдем к практической части мастер-классу она будет состоять из двух частей первое личный кабинет правообладателя вот для того чтобы использовать песочницу ЭБС как песочницу вы практически становитесь переходите в статус автора и ключевое место здесь личный кабинет правообладателя где собственно все это происходит вы становитесь автором ну цель этого реализовать функциональный минимум для возможности самостоятельного размещения контента правообладателям упростить межплатформенные переходы автоматизировать процедуру публикации всех всех видов контента вот то есть чтобы в рамках личного кабинета вы могли с контентом делать все что хотите без необходимости обращаться к менеджерам и так далее значит кратенько кто может быть автором личного кабинета ну во первых просто независимо автор со стороны прийти и зарегистрироваться и создавать этот контент второй это некий пользователь ЭБС и третий статус это пользователь ЭБС который уже является автором то есть который сочетает себе и уже сегодня и права на использование контента и права на его публикацию но личный кабинет конечно в первую очередь речь о публикации значит независимый автор в данном случае просто получает после запроса учетную запись он не может пользоваться сам ЭБС но может создавать в ней свой контент и видеть все виды отчета пользователь ЭБС я сказал обычный который раньше не был автором после того как он регистрируется в качестве правообладателя у него возникает два личных кабинета первым он просто пользователь вторым автор получает все виды отчета ну ну по сути дела так вот независимый автор мы сказали да что значит происходит когда вы зарегистрировались и получили доступ к личному кабинету вы получаете всю инспо информацию которая касается правообладания это документы на которых мы с вами работаем контент который вы предоставляете и различного рода статистику вот документы я вам показал закладочка в которой вы видите да еще раз обращу внимание да вы видите что если вы работаете по нескольким договорам по нескольким видам контента то есть может быть сколько угодно видов количество заключенных договоров вот вторая закладочка касается контента и вы видите все весь контент который вы выложили можете им управлять вот в данном случае да возьмем самый сложный вид контента который объединяет наш кабинет правообладателей это тесты с книгой все более-менее ясно это и раньше у нас было доступно а вот тесты это уже такой интерактивный достаточно сложный объект здесь есть новации как вот это происходит ну в принципе с любой оформление заявки на публикацию вот и вы там заполняете название учебника по которому создали тест и предлагаете рубрику в каталоге где бы где его нужно разместить вот то есть минимальная информация после этого с вами мы все подтверждаем договор автоматическом режиме подписывается и мы с вами общаемся только онлайн ну вот это собственно уже там я примерно показывал область информация о пользователе область работы с документами область работы с контентом раздел сводный отчет это ну отчетность по которой вы видите как использовался как использовались ваши произведения да вы можете сформулировать некий произвольный отчет по желаемому периоду по договору и получите результат кто заходил сколько заходило какие начисления вам предоставлены вот можете детализировать раздел детальные отчеты да и там как-то вот ну задавать собственный срок отдельный отчет отдельный договор и видеть какую-то часть общей картины ну и наконец квартальные отчеты как вот такой базовый самый удобный формат то что у нас расчеты производится ежеквартально и вы видите сразу там финансовую сторону вопроса сколько полагается вот то есть все прозрачно вот автор получил ну если сравнивать с другими сервисами это вот уровень самых мощных таких информационных ресурсов которые работают с авторами вот раздел документы я в принципе уже упоминал здесь вы видите все документы по которым мы с вами работаем их актуальность если они уже перестали работать вот опять таки раздел контента там где вы видите все все загруженные объекты по каким договором ну вот собственно это есть функционал личного кабинета так выходим и так вот как правообладатель все все что вам нужно вы найдете в личном кабинете подав туда заявку так а теперь сервис песочница собственно как пользоваться этим да там формат как вы как автор как вы создаете загружаете свой контент а теперь как пользоваться чужим контентом это этим может уже пользоваться любой преподаватель университета который подключен к этому сервису ну и сервис я сказал предназначен для возможности использования контента в составе своих курсов внутри bs или снаружи на любых онлайн площадках использование как готового контента так и с помощью редактирования того что вы можете у нас найти как это работает сейчас секундочку ну суть работы сборов песочницу это использование кодов объектов которые вы получаете у нас и вставляете потом там где нужно вот эти вот коды некие ссылочки они содержат модули интеграции то то что как вы можете переносить контент из одной информационной среды в другую вот они обозначены в разных местах об этом я вам покажу обозначены вот такой вот вот таким значком какие типы контента могут использоваться в песочнице в принципе не абсолютно все это достаточно самостоятельные объекты первые карты например то есть иллюстрации тесты видео конечно сами книги или фрагменты книг и аудио и при этом некоторые типы контента вот их способ работы с ними отличается друг от друга мы сейчас это и опишем но сначала общий подход как получить контент из песочницы значит получить ссылки на контент то есть коды можно двумя основными способами ну во первых напрямую со страницы какого-то там объекта книги или карты теста на самой страничке ЭБС находите вот тот значок который у вас показал код он может быть и в названии или в шапке страницы в зависимости от объекта ну вот нажимаете на него и получаете окошко с тремя возможными видами кода вставки вот их стоит отличать первый вид когда речь идет просто о ссылочке на объект ну некой гиперссылке вот вот здесь вот значок копировать нажимаете копируете просто гиперссылку дальше уже работаете как вы умеете вот второй вид если хотите то это будет ссылка на страницу описания в этом случае вы получите ссылочку для перехода на страницу ЭБС уже вот который можно вот эту ссылочку можно вставлять легко на любую страницу она будет вести к нам ну и третий формат это просмотр практически интеграция объекта прямо вот ваш онлайн курс так как он видится вот это первый через сами объекты второй способ через поиск и так называемые подборки когда вы собираете сразу много объектов под свой онлайн курс и ищите что вам подойдет вот в этом случае вы работаете через такой поисковой сервис через специализированную страничку и собираете вот эту свою коллекцию которую потом будете использовать и вы видите что есть там кнопочка такая добавить в подборку это значит объект перейдет на эту страничку и будет вашей собственной коллекцией ну плюс этого поиска что он показывает только то что может войти в песочницу и не дублирует ничего если она уже у вас включена в эту вашу песочницу подборку то уже не будет отражаться вот и как вы видите вот поиск показывает например книги вы выбираете действия и из действия добавить песочницу нажимаете значит книга уже в вашей коллекции ну и немножко еще как использовать код вставки то есть как это будет отражаться я кратко сказал еще раз чтобы это было яснее вы получили код вставки еще раз как они отражаются если это прямая ссылка это прежде всего для тех кто умеет работать ссылки знает где ее вставлять то есть это такая грубая программистская ссылочка вот она просто отражена тем модулем как нужно вставить ну в некоторых платформах ей работать удобнее всего вот в принципе да я не сказал очень важный момент что наша песочница все таки в первую очередь ориентирована на и тестировалась на муду да все таки это сегодня самой широко использованы используемые платформа для онлайн курсов и вот работать должно в первую очередь в общем вот просто ссылочка да вторая ссылка на страницу описание здесь уже вот видите в качество текста надпись сама ссылка на объект будет встроена внутри вот этого текста то есть вы эту ссылочку можете вставлять в свой онлайн курс прямиком ну и вот сразу просмотр я сказал если позволяет вашу платформу муду позволяет то вы вставляете код и прямо на самой странице муду будет отражаться вот этот объект так ну и да немножко я упустил сейчас чуть-чуть вернусь здесь есть отличие в работе с тестами да вот здесь это было если вот простые объекты и фрагменты с ними можно вот всеми видами кодов пользоваться то тест это такой сложный интерактивный объект и он уже не переносится туда-сюда да а он экспортируется в формат мудл гифт это вот формат который с которым работает мудл да и в данном случае вы из теста который найдете у нас сначала экспортируете в гифт потом уже этот формат вставляете там свой онлайн курс на мудл вот это такая вот особенность вот ну собственно по использованию личного кабинета и работы с песочницей все возвращаемся 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 к нашей презентации вот сервис песочница мастер-классы ну и собственно я по последний элемент да вот мы речь зашла о тестах хотел бы на ней отдельно остановиться потому что это сегодня вообще это самое интересное как и самый важный элемент песочницы как мне кажется то есть дополнительного контента ну а вторых это самый актуальный сегодня фронт работы для преподавателя в первую очередь потому что появились новые требования к аккредитации я подробно тоже рассказывал о них что там произошло по сути дела главное что произошло это возникновение аккредитационных требований к работе внутренней системы оценки качества и в частности от вузов требуется создание фонда оценочных средств по которой происходит тоже проверка и аккредитация вот а фонд оценочных средств это система тестирования знаний он в принципе всех есть но теперь это должно быть так же красиво стандартизировано чтобы можно было проверить вот и эксперт как вот само Роскредитагентство описывали проводит проверку знаний с помощью заданий из этого фонда соответственно Роскредитагентство будет проверять уровень и качество оценочных средств фонда это первое ну а второе что по каждой образовательной программе по каждой дисциплине должен существовать выверенный качественный комплект оценочных текстов вот соответственно из этого вырастает требование которые я думаю займутся в ближайшее время уже занялись вузы они должны или стандартизировать свой пакет проверочных средств если они есть или доводить имеющийся у них пакет до стандарта или адаптировать общий стандарт там который мы например предоставим под свой индивидуальный пуск то есть как то надо доводить до такого промышленного уровня и до уровня требований системе оценки знаний по сути дела система оценки качества обучения это вот самое широкое понятие которое здесь фигурирует это часть информационно-образовательной среды то есть это не просто может как раньше существовали у каждого преподавателя свои там вопросы способы да это теперь везде стандартизированный цифровой формат из чего она состоит из различных видов тестирования входящее тестирование промежуточное тестирование итоговое тестирование вот для того чтобы система оценки знаний работала нужно что программное обеспечение вот оно может быть и у самого вуза или предоставляться такими как мы у нас тоже есть комплексность полнота репрезентативность это уже относится к качеству оценки знания ну и учет индивидуальных способностей преподавания каждой дисциплине в данном конкретном вузе ну за всем этим стоит некая определенная работа и чем можем помочь мы мы создаем для вузов комплексную систему тестирования которая может служить основой внутренней системы оценки знаний конкретного вуза то есть мы создаем некий стандарт в который входит много различных предметов вот она состоит из системы тестов которые созданы на основе учебных пособий и вот в соответствии в соответствии в соответствии с той стандарт что хочешь вот ну и третье в совокупности эти тесты образуют комплексную систему тестирования то есть система которая в идеале должна покрывать все дисциплины вуза вот вот и мы можем пока у нас это все не готово но в какой-то момент сможем вузу предлагать вот эту комплексную систему в которых каждая дисциплина закрыта на каждую существует свой фонд оценочных средств на сегодня вот то что мы можем предложить вот наша эта тестовая система это база состоящая из около 40 тысяч вопросов и конкретно это проверка знаний по ста предметам вот преподаватель уже сегодня может загружать и использовать в своих курсах вот в рамках песочницы авторы могут создавать и редактировать тесты тесты собственные вот это уже авторская работа она вознаграждается да и для своих студентов эти тесты используются бесплатно а вот для если эти тесты используются в других вузах другими преподавателями то автору начисляется роялти для этого нужен личный кабинет автора вот ну и буквально несколько слайдов как у нас это сегодня выглядит в принципе мы над тестами работаем уже много лет и то как они выглядят как работают с этим вы могли познакомиться и раньше вот примерно слайд теста по предмету там психология труда вот здесь различные режимы тестирования проверка знаний тестирование экзамен различные формы тестов там выбор ответа сопоставления то есть все базовые формы вопроса и ответа вот ну и форматы тестовых заданий по учебным пособиям по лекционным курсам ну по сути дела все с чем работает университет мы стараемся здесь предоставить вот так выглядит окошки при создании своих тестов когда вот вы выступаете в качестве авторов описание теста и там различные ответы заполняете и вы автор этого произведения вот окошко экспорта тестов которым я уже упоминал то есть если вы выбрали что-то какой-то уже готовый тест можете его экспортировать и в дальнейшем переносить в другую учебную среду ну вот собственно основная информация которая здесь требует ну и осталось последнее это условия подключения для подписчиков ЭБС это самый простой путь он предполагает просто дополнительную оплату вот этой возможности этого сервиса она в целом недорогая индивидуально зависимости от величины вуза и сервис будет сразу открыт для всех преподавателей вуза и в связи с тем что это у нас новые мы надеемся всех увидеть мы проводим акцию то есть до конца этого года подключение к этому сервису независимо от величины вуза будет составлять сто тысяч вот дальше уже будет цена варьироваться ну вот собственно основная информация вот надеюсь что она как-то уложилась в вашей голове я думаю что мы еще не раз будем демонстрировать как работает наша песочница именно в практическом режиме прямо заходить на платформу собирать в общем будем обучать ну надеюсь что это все не сложно в общем это обычное использование контента ну я обращаю внимание что здесь вы можете и как автор выступать и для этого вообще ничего не требуется зарабатывать над этим и как вот создатель своих тестов ну последнее что хотел бы сказать это пригласить вас на наш ежегодный семинар вот и каждый год мы проводим в местах силы вот бывает постоянно видят этот слайд каждый год мы где-то встречаемся и там как раз уже тщательно прорабатываем эти вопросы в этом году этот семинар пройдет 2 6 октября и тоже в месте силы это в Казани ЭБС и вузовские библиотеки в качестве повышения квалификации вы получите сертификаты все что при этом полагается так что смотрите мы рассылку на баннерах приглашаем смотрите информацию если вам интересно будем рады вас видеть вот ну что ж коллеги надеюсь я не утомил вас первый день учебы думаю что этот сервис плод нашей такой долгой работы вас должен заинтересовать и конечно будем рады если вы что-то там будете советовать нам как-то тестировать вот эти результаты так вопросов как всегда нет ну что ж тогда очень рад был с вами встретиться хорошего вам дня и самое главное хорошего года мирного неба над головой всего что мы желаем вам каждый раз всего доброго обновлением обновлением